Здравствуйте, друзья! Несколько минут назад СМИ сообщили о смерти народной артистки СССР, легендарной советской и эстонской певицы Маргариты Войтес. Она была любимицей Индиры Ганди, и в каждый её приезд в СССР приглашали петь песни русского соловья Алябьева именно певицу Маргариту Войтес. Она стала первой эстонской певицей, которая была приглашена петь в Большом театре в Москве и дать сольный концерт в Центральном концертном зале России. Знаменитость родилась в Москве, в детстве жила в Новосибирске, позже семья уехала в Эстонию, там Войтес поступила в Таллинскую консерваторию. В 1957 году впервые вышла на Большую сцену, а спустя несколько лет стала Примадонной театра Эстония. Маргарита Войтес выступала практически во всём мире. После развала СССР коснулась реституция, артистка лишилась жилья. Она хотела уехать в Россию, но не могла бросить семью и родителей. Маргарита Войтес имела двоих сыновей и восемь внуков. Она делилась в одном из интервью, цитата, «Получилось так, что дом, в котором я живу 33 года, мне уже больше не принадлежит. Его просто подарили постороннему человеку. Никогда не думала, что дожив до 60 лет, прослужив в театре всю сознательную жизнь, будучи востребованной и признанной, остаток лет проведу в судейских тяжбах и переживаниях». Войтес выступала и как камерная певица, вела концертную деятельность, спела в церквях. Особое место в её репертуаре в последние годы приобрело духовное песнопение, записи которого были сделаны в 2005 году и вышли на компакт-диски «Авэмария». Народная артистка СССР скончалась на 88-м году жизни, приносим соболезнования родными и близким.